МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадуя компании Гомель, у студии и працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Дякуем за мир и гонорымся кожным протягиваются масштабные акции Беларусь памятая и солдаты перамоги. У эфиры и онлайн. Сёння профессийная свята. Работника урадует или бача ней сувязи. На двор я выправится. Святочные выходные у Беларуси будут ясными и тёплыми. А зараза б гэтым и иншим больше подрабязна. На жаль, з уликам эпидемичной ситуации, сё лето проставники Улады вымушаны были адмянить особистые сустрэчы с ветеранами. Веншаванье яны адресовали самым поважанным жахарам региона по телефоне. Старшиня Гомельска Гарвы Конкама Пётр Кирыченко сёння выказал слова подяки за мир и перемогу чатыром гомельским ветеранам. С наступающим большим праздником, 75-й годовщиной Великой Победы. Хочу вам высказать слова искренней благодарности и вам, в вашем лице, всему вашему героическому поколению за то, что вы сделали для нашей страны, для всех нас. Ну и, конечно, хочу пожелать, Алексей Иванович, здоровья вам, чтобы мы ещё не одну победу или День Победы с вами встретили вместе. Поздравляю вас, дорогой! Мэр города подчеркнулся их справами и станом здоровья. Их имёны на слуху у каждого гомельчанина. Усей они ознагороджены орденами и медалями за отделу боевых деяннях. Их одвага и внутренняя сила наближали великую перемогу. Понимаете, это те люди, да, к сожалению, их уже совсем немного осталось, которые не только творили историю, но которые отдали всё, что было лучшее у них. Молодость свою, многие из них, к сожалению, отдали жизни, чтобы отстоять и нашу страну. Ну а потом надо ещё и сказать спасибо и им, и многим другим, кто восстанавливал эту страну из пепла, наш город, который был практически полностью разрушен. Поэтому вот накануне таких праздников, таких юбилеев, как в этом году, конечно, хочется сказать им спасибо, пожелать им ещё долголетия и здоровья. На Гомельчине протягиваются промеркованные до 75-ти годзе перемоги, патриотичные акции «Беларусь памятая» и «Солдаты перемоги». У их рамках в Речицком районе сёння ушановывали 100-годового удельника Великой Альчиной и проводили показальные выступления выхованцев Центра специальной подрихтовки до призывной молоди. Мероприемства наведали наши корреспонденты. Агрогородок Караватиши в Режицком районе не самый великий. Сегодня тут проживают около 550 человек. У письмовых крыльницах вёска ведомая с 18-го ста годзе. За минулый час у их истории были разные подеи, и вызволения от немецко-фашистских захопников – сяродные больше значных. У листопаде 1943 года тут два дни и шли крывопролитные бои. По великим рахунку, тут выращался лёс Гомельско-Речицкой операции. Прыжым с уликом колькости задейничаных за бодвух баку танков бои под Караватишами можно назвать «невеликой Курской битвой». У братской могиле, якая знаходяца на территории Агрогородка, пахаваны больше, як 1600 червон армейцев. Имены многих засталися невядомыми. Сто-гадовый Басиль Дзейкун подчас войны служил у танковым полку. После тяжкого ранения медики вынесли вердикт. Негодный до службы, але хлопец доброхвотно застався у армии. Перемогу сустрел у Чехословакии, после чего взмагался с бандеровцами у Закарпатти. Народиму вернулся только у 47-м. Сегодня у Караватишах Василь Дзейкун – один удельник Великой Айчинной войны. «Я все время работал, работал вестником, уже после того, 20 годов работал. А тогда пошел уже в колхозе, что-нибудь помогал делать, удобство удержал. Огород пошел, заглядаю, убираю. И все, это вот моя работа». «Евакуация!» Это реконструкция боевого эпизоду, выполненная выхованцами военно-патриотичного центра специальной подрыхтовки для призывной молоди «Скиф». Сегодня это один и в Беларуси клуб, где школьники проходят поветрано-десантную, выдолазную, огневую и тактико-специальную подрыхтовку. А так само вучиться рукопашному бою и штурмовому альпинизму. У рамках акции «Беларусь памятая» яну згадываюць об засновальнику поветрано-десантных войсков СССР, удельнику Великой Айчинной войны, герой Советского Союза Василю Маргелове. Менавіта йон здолю зробіць гэты род войсков аутаритэтным и популярным у тым ліку, у замежи. Сегодня при Реческім центре «Скиф» створены музей спецназа, имя Василе Маргелова. Нічого подобного у Беларуси нема. Беларусь памятая, памятая кожного. Назва агульно-республіканской акции як нельга лепш, адлюстровувая патриотичну работу, якая провозіцца у центры «Скиф». Я восхищаюсь Василию Филипповичем Маргеловым. Я хочу быть, как он, потому что он принимал правильные решения во время боя, знал, мог командовать войсками, его любили и уважали. Я хочу быть, как он. Олег Сенсюрова, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель», Рыжеский район. Нескладанная эпидемичная ситуация, недренная на дворье, не станут перешкодой, как выказать ширую подяку усім, хто рызыковав житем деля миру на нашей земле. Сегодня администрация советского района «Гомеля» ладила соправдное свято для ветерана Алексея Головацкого. В выступлении оркестра и подарунки. Невеликий двор у заходнем микрорайоне охопила атмосфера урочистости. Молодость Алексея Александровича – тяжкий шлях от партизанских стежек до военных дорог. Червон армейцем он дошел до Берлина. После удельничал у операциях по ликвидации банд на территории Украины. Не глядя на поважанных взрослых, ветеран не стратил бодерость духу и житерадостность. Кульминация урочистости у уручения юбилейного медаля у «Гонор» 75-й годе Великой Перамоги. Ветеран был уражен и проявленной повагой и клопотом. Представляете, это такая радость, вы что? Это нам все осталось в своей жизни. Такого же не было. Спасибо, спасибо за поздравление. Очень, очень. Это же не только у всего нашего западного района. Кстати, я всего один западным остался, всего один. Акция «Беларусь памятая» памятаем кожного охопила всю Краину. Люди розных профессий отдают данину поваги героям войны, выказывают им подяку за 75 годов миру. Сегодня керавництво ГДУ имя Франциска Скарыны наведало памятное место, чтобы вспомнить знаковых для установки особ. Невеликий дом по улице Песина, каля университета, калястей был конспиративной квартирой подпольщиков. Тут в 1942 году загинул один из их керавников – Роман Тимофенко. Два года тому на доме установили памятную дошку. Университет примал у этом непосредный удел. Логичным протягом акции стало наведывание братской могилы в студентском сквере, где Пахаваны, Роман Тимофенко и еще 32 советские патриоты. Финал мероприемства дани на памяти знакомитым супрацовникам установы. Яны не только обороняли Краину в годы войны, але и внесли уклад в развитие науки. Среди них – академик Иван Харламов, имя якоха вядомов ученым зусяго света. С Гомельским университетом связано с жизнью многих легендарных особ. Говоря о знаменитых участниках Великой Отечественной войны, связанных с нашим университетом, в первую очередь надо вспомнить Бордина Тимофея Степановича, который был одним из руководителей Гомельского подпольного движения. В 1942 году, в мае, он был арестован и позже расстрелян. Но за его подвиги в ходе войны, так, в ходе особо тяжелого начального этапа, позже, уже после войны, в 1965 году, ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Работа по увековеченне памяти об героях войны – неодъемная частка життя университета. Повага до своей истории – элемент в учебного и выховалчего процессу. Трудно все перечислить. И из последнего, то, что я могу сказать, это уход за могилами, которые проводит наш волонтерский отряд во главе с Макаренко, с студентами биологического факультета. На самом деле работы очень много, и об этом можно долго говорить. Сегодня те памятные места, которые мы посетили, они, может быть, не настолько известны в городе Гомеле, но, тем не менее, они все связаны, в том числе, и с университетом. Мы памятаем, гомельские миротворцы сенья провели телемост со своими столичными и российскими коллегами. Студия разгорнулась в 27-й средней школе. До сеанса видеосовязи подключились школы мира из Минска, российских Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Улади Кауказа и Нялидова Тверской в области. Головная тема размоги ведома 75-я годовина перемоги в Великой Айчинной войне. Миротворцы обмерковали важность захования памяти об трагичных и героичных сторонках тех падей. Домовились и надолеи разом расповсюдживать у громадстве идеи миру и сябровства. Проводится вот эта акция совместно с россиянами, со школами юных миротворцев, где есть, чтобы отдать и дань памяти тем, кто обеспечил эту победу, поблагодарить их и сказать, что такое война и что сегодня должны предпринимать наши народы, чтобы был мир, дружба в целом, и прежде всего был мир и дружба, взаимопонимание между нашими республиками. Пандемия коронавируса перевела деятельность многих у онлайн и працу, и хобби, и сябровства. Прокуратура Гомельской области напереда дни дня Великой Перамоги вырошила объеднать таллинты своих супрацовников и провести интерактивный конкурс. Йон – это ширая память об тех, кто загинул, кто воевал, кто живет зараз, альбо застався только у добрых успоминах. Вместе с тому районные прокуратуры отрымали пропанову по удельничать у мастацким споборництве, якое складается с пяти номинаций. Можно было сдымать виды, читать верши, малевать. Таллинты знайшлись практически у кожным региональным ведомстве. Некоторые биоролики, присвеченные своим проткам, которые прошли войну, иншие малевали сторонки военной истории. Сегодня у областной прокуратуры размерковали прозовые места. Интересно, что особной номинацией творы детей и внуков прокурорских работников, дорослые удельники отрымают подарунки и грошовые прозы – дети солодкости. И все разом за довольнение от того, что их работы лепшие. Это предложение было воспринято позитивно членами нашего коллектива, потому что действительно необходимо было именно отвлечься от действительности и как-то поднять свой боевой дух. Даже когда фашисты стояли у стен Москвы, в ноябре месяце на Красной площади прошел парад, который во многом повлиял на исход битвы под Москвой. Той, кто выходит в теле и радиоэфиры, сдымает репортажи, ведая, что это правильный запал, драйв и адреналин. Не рамяство, а само жизнь – все. Сегодня день радиоэфиры и совести. С такой приемной нагодой наши коллеги с Гомеля ФМ, например, в первую очередь вырошили выйти на прямую совесть с диджеями и других регионов. С интерактивного эфира – репортаж Марины Джалай. Это ранее радиослухачи могли только чуть голосы любимых ведущих. Сейчас за тем, как проходят эфиры, можно смотреть онлайн. Про несколько минут начнется выпуск новинов, который тут же в студии Гомель ФМ ректор-редактор Сергей Негеревич. Среди событий, понятно, и святочное – день радио, телебачення и совести. Сегодня день работников радио, телевидения и связи или просто день радио. Этот профессиональный праздник отмечается в честь гениального изобретения русского физика Александра Попова. 7 мая 1895 года он сделал научный доклад о новом методе беспроводной передачи электросигналов с использованием радиоволн и провел первый публичный сеанс радиосвязи. И вот на Сувизе витебский дидже Александр Виталь. Онлайн-гутерка перетворается у соправдный квест. Радио ведущие задают один-одному каверзное питание. Верите ли вы, что в Гомеле 4 ФМ радиостанции? Вот в Гомеле. Радио ведущие из Витебска пытаются те правды, что в их городе по святых працует шоколадный фонтан. Татьяна Ушакова и Катерина Календа верать и дарма. Але идеи загаджаются вельми текавые. Есть ли у вас шоколадный фонтан по праздникам или нет? Я вам скажу, что у них все есть. Давай поверим. Давай, все, мы верим вам. Такий святочный настрой у кожной студии и не только сенья. Праца, которая приносит за довольнение, эмоциональную отдачу, отрадуя слухачу и телеглядачу, могутный стимул для кожного, кто отдаёт себе такой профессии. Сегодня хочется поздравить всех тех, кто производит медиаконтент. Для традиционного эфирного вещания, для социальных сетей, для мобильных платформ. Это те люди, которые живут этой настоящей медийной жизнью. Хочу поблагодарить нашего зрителя, который всегда с нами, который живо и оперативно, чутко реагирует на все наши информационные поводы и видеосюжеты. У нас всегда есть обратная связь. Спасибо радиослушателям, которые всегда с нами на одной волне и всегда с нами в эфире. Хочу сказать спасибо всем, кто делает этот красивый медиаконтент. Коллектив телерадоакомпании «Гомель» виншуя своих коллег с днем радует телебачение и совести. Нехай каждый за довольнением идёт на працу и отримливая мощность зарады энергии, которая так потребна сегодня каждому из нас. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадоакомпания «Гомель». Областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» передаст Гомельской туберкулезной клинической больнице перасонный рентгенаппарат. Об этом поведомила Алла Смоляк. Старшиня областной организации «Червоного крыжа» сегодня стала гостей открытой студии на радиостанции «Гомель плюс». По ее словах, обстреливания передадут медустанове в ближайшие дни. Подчас пандемии областная организация «Червоного крыжа» активно включилась в допомогу насельниству и организациям. Амаль 160 волонтеров на постоянной основе доставляют пожилым людям продукты и медикаменты. 14 интернатных установ, где проживают инвалиды и состарелые, отремали сродки индивидуальной обороны, оказывают допомогу и медустановам. У нас разработаны определенные алгоритмы взаимодействия. Алгоритмы взаимодействия с государственными органами власти, взаимодействия с общественными организациями. Мы видим сегодня, что объединились волонтеры БРСМ, объединились профсоюзные работники. И Красный Крест в этом тандеме нам проще работать и проще оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются. Нашние заморозки чакаются у Беларуси 8 мая. Температура поветра у ночи в складе 5-7 градусов выше и за нуль. Месцами махчимы заморозки до минус 2. У день слупок термометра подымется до 13 тепла. Будет переважно без западков. А у выходные потеплее. У суббота у регионе будет воблачно с прояснениями. Дождь не чакается. У ночи будет до 7, у день до 15 градусов. У неделю температура поветра некальки повеличится. У ночи до 10, у день до 18 тепла. Это и так само иншие новины. Информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете. По адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Начнем выпуск с происшествий на дорогах. В Мозере под колесами общественного транспорта погиб пешеход. Водитель автобуса отъезжал от остановки площадь Ленина. В пути следования он наехал на пешехода, который, по предварительной информации, двигался по тротуару и пытался нагнать общественный транспорт. В результате мужчина 1939 года рождения упал под колеса МАЗа. Пострадавшего госпитализировали. Он скачался в реанимационном отделении. В Мозере оперативники наркоконтроля изъяли 47 пакетов с насваем у 29-летнего неработающего жителя райцентра. Общий вес вещества – более 1,3 кг. По информации сотрудников наркоконтроля, насвай предназначался для незаконной продажи. С веществом работают судебные эксперты. Проводится проверка. В Рогачевском районе пьяный пенсионер угрожал продавцу ножом и требовал отдать ему бутылку вина. Получив спиртное, мужчина употребил его сразу возле магазина. Компанию ему составил односельчанин, которому нарушитель закона также угрожал ножом. Милиция задержала любителя выпить. Возбуждены уголовные дела сразу по двум фактам. Теперь пенсионеру грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Четыре года ограничения свободы. Суд советского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу в отношении гомельчанина, который поджег автомобиль бывшей супруги. Напомню, фигурантом по уголовному делу проходил ранее судимый горожанин. После ссоры с бывшей женой в ноябре 2019 года нетрезвый мужчина разбил стекло в ее Opel Astra и бросил в салон емкость с бензином. Затем поджег разлившееся топливо и скрылся с места происшествия. Потерпевший причинен имущественный ущерб на более чем 7,5 тысяч белорусских рублей. Гомельчанин признан виновным по статье «Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом». Ему назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы два пожара, на которых повреждены два строения. В агрогородке Широкое Будокошелевского района горела блочная постройка. Огонь повредил кровлю и имущество внутри здания. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причина пожара – поджог. А в Жлобине по улице Крышнево возгорание произошло в деревянной бане. В результате уничтожено кровля и потолочное перекрытие бани. Никто не пострадал. Причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов и устройств. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Кульминация сезона. 13 и, возможно, 17 мая будет решаться судьба золота Белорусской женской гонбольной суперлиги. Напомню, что по решению Республиканской Федерации Гонбола чемпионат завершен для всех команд, кроме Гомеля и БНТУ БелАЗ. 13 мая соперники сыграют в Минске. В случае победы в этом поединке гомельчанки согласны турнирным раскладом примерят золото. Если нет, то судьба чемпионства решится 17 мая. Поставить точку наши гонболистки могли еще в марте. Однако победить политех дома помешала игровая дисциплина. Возможно, в том матче подвела немножко нас дисциплина. Вроде получались некоторые моменты, но некоторые обговоренные моменты мы просто не делали. Поэтому где-то и дали сопернику шанс. И теперь приходится все это наверстывать. Все игровые моменты того поединка анализировались не раз. Работа над ошибками продолжается и сейчас. Единственное, что мешает вести полноценную подготовку, это отсутствие игровой практики. Команда не проводила матчей уже два месяца. Оценить реальное состояние игроков непросто. К этому можно добавить и календарную неопределенность, которая имела место до последнего времени. Теперь даты решающих поединков определены и можно готовиться целенаправленно. Готовились в штатном режиме. Были у нас тренировки недели по одной. А сейчас уже работаем в полном объеме, как обычно. Надеюсь, что будет все хорошо. Все настроены, все хотят завершить чемпионат на хорошей ноте, с хорошим настроением и уйти уже отдыхать. Готовит команду Александр Маджаров. Томаш Чаттер отсутствует по состоянию здоровья. Тем не менее, славянский специалист постоянно на связи и участвует в тренировочном процессе дистанционно. Естественно, решить судьбу золота чемпионата в ближайшую среду в Минске – цель гомельчанок. Чтобы ее достичь, все силы придется оставить на площадке. И тренеры, и гонболистки это прекрасно понимают. Организация «Платун» запускает киберспорт-океаду. Она будет проходить в режиме онлайн. В программе киберспортивных состязаний 8 дисциплин. Турнир включает в себя серию отборочных областных этапов и гранд-финал. Регистрироваться и побороться за главный приз сможет любой белорус старше 12 лет. В 2019 году подобный турнир уже проходил. Однако соревновательная программа была меньшей. По опыту прошлого года организаторы соревнований ожидают около тысячи игроков. Регистрация продлится до 14 мая. Отборочные встречи пройдут 16 и 17 мая. Гранд-финал запланирован на июнь. В этом году представлено дополнительными дисциплинами, в отличие от 2019 года. Это все дисциплины в Counter-Strike, Дота 2, StarCraft, WarCraft, Fortnite, World of Tanks, Дота Underlords и Clash Royale. Мобильная дисциплина. Надо сказать, что у нас расширилась команда управления и игроков. Киберспорт растет, развивается. Дисциплин становится больше, людей приходит к нему большое количество. С каждым годом эта сфера прибавляет и прибавляет. Подробности турнира смотрите в социальных сетях «Платуна». А на этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.